Где-то может быть сравним с испанским. Да, подает он неплохо, но в основном развивает атаку он все-таки в игре на задней линии. У него плотные и мощные удары были и слева, и справа. Он как бы заставлял соперников отходить от задней линии, сам постепенно наращивал темп, силу ударов и входил в корт. И вот таким стилем он переиграл очень многих. Ну, вот такой теннис он показал и на US Open, когда единственный раз выиграл турнир Большого Шлема. Ну что ж, сортовал матч, болгарский теннисист на приеме, и вот он сумел сравнивать счет хорошей подачи. Дельпотрон на втором мяче, наверное, все-таки постарается, немножко активнее действует. Но это первое выступление, три года не играл на траве, официальных матчей, несколько тренировок он, конечно, провел. Поэтому понятно, что надо освоиться с этим кортом, с соперником, безусловно. Давно и я, между собой не играли. Вот Григорь допускает еще одну ошибку и 15-30 на его подаче. То есть нет такой убедительной игры пока в первом гейме. Второй мяч. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как. Ну это бывает, это бывает. Такому вот крупному парню, конечно, не дай бог еще потянуть что-то себе, да. Это вот накануне Умблдона. Готовился же специально. Он отказался от турнира в Гримме, отказался от турнира Парижского, да. На то, что подготовился к Умблдонскому турниру, ну, кажется, все обошлось. Вот, видите, опорная нога ушла, и вот оказался такой громадный теннисист, высокий, здоровый, оказался на траве. Ну, кажется, все в порядке, счет по 30. Надо беречь кисть. Вот при падении, конечно, надо беречь кисть в первую очередь, потому что она у него травмирована. Ну, а Димитров как и действует, как и должен действовать, он первым пошел на обострение, потому что дважды Эльпотр открытил резаным ударом, да, глубоко, в общем-то, атаковать было непросто. Ну, нашел момент, выбрал тот самый момент, который необходим был Григорь, и провел хорошую очень атаку. Больше у него 40-30. Второй мяч. Еще раз парай подачи. Ну, это падение было вызвано, в общем-то, тем, чтобы, особенно по бокам корта, корт такой нетронутый, и трава скользкая. В центре она выбивается, особенно после второго-третьего дня соревнований. Поэтому другая работа ног требуется. Здесь очень тяжело вот в этом плане теннисистам, потому что одно сцепление как бы в центре корта, да, а другое совсем по бокам. Вот первый гейм выиграл Григорь Дмитриев, ну, помогло ему это падение, безусловно, падение аргентинского теннисиста, ну, а гейм он завершил неплохо, 1-0. Дель Путер провел в этом году всего лишь 13 встреч, это 14-я встреча на уровне ATP, конечно, маловатых. Ну, и лучший результат, если такому можно считать, да, полуфинал Мадели Рибичи, этот турнир, в общем-то, тоже из этой же серии, 250, он тогда проиграл Сэму Кюре, а Сэм выиграл турнир затем. Ну, был четверть финале еще на турнире в Мюнхене, на вот кортах красных, тогда Зебалосу он уступил, и точно проиграл также и в четверть финале турнира в Мадриде, уступил американцу Соку. Вот такие результаты были у аргентинского теннисиста в этом году. Ну, прошлый год практически он пропустил, одно было выступление там в Азии, но такое проверочное. И все, на этом все завершилось. Ну, опустился настолько низко, что было во второй тысячи профессиональных игроков в рейтинге, но затем моментально, моментально, вот эти результаты, все, которые я перечислил и о которых я уже упомянул, они все позволили все-таки ему продвинуться вперед, и вот он сюда уже приехал, в Штутгарт, занимая 223 место. И, конечно, попасть этим рейтингом он на турнир не смог бы никак, но, учитывая его заслуги и победу на этом турнире, и на турниру на турнире Большого Шлема, но, будучи четвертым, он был же четвертым в мире, даже ему поручили, в общем-то, место где-то, может быть, даже и поближе. Ну, конкуренция, конечно, была тогда жестокая, как и сейчас, да, в мужском теннисе, поэтому вот так, ага, подвели травмы, подвели травмы, и вот так он вернулся, наконец, в очередной раз вернулся для этих игроков. Мощная подача, очень хорошая. Вот, в отличие от болгарского теннисиста, у аргентинского проблем нет, да, на подаче. Пока что убедительно очень выглядит. И под ноль и завершил. Очень четкая, хорошая игра. Вот это мощная игра на задней линии. Трудно что-то против поставить такой игре. Ну, у Мартина иногда бывает, у Хуана Мартина бывают проблемы. Ветреную погоду, вы, наверное, тоже обратили внимание, вспомнили, как он подает. Он подает с высоким очень подбросом мяча. Ну, и ветреную погоду, вот, мяч носит ветер, конечно. Здесь надо и рассчитать силу ветра, и, в общем-то, порывы те, которые бывают. Поэтому проблемы бывают. Ну, сегодня такая безветренная погода, хотя, ну, этот на данный момент. Один-один и подача болгарского теннисиста. Ну, как-то неровно. Вот с психологическим состоянием или, наверное, подготовкой у болгарского теннисиста есть проблемы. И даже вот в этом году он проиграл, имея матч-полы на первом турнире в Сидне, и уступил тогда Виктору Троицкому. Это помним мы, наверное. В Стамбуле на турнире был в финале. Выиграл сет и вел 5-2. Расслабился. Расслабился и проиграл. Проиграл, а в решающем сете второй сет проиграл. А в решающем даже и не боролся. 6-0 уступил. Это говорит о том, что он все-таки вот психологически не совсем готов. Никак не может подобрать себе хорошего тренера, меняет их постоянно. Ну, все-таки занимает 36-ю позицию в мире. В Штугарде никогда не играл. Это его первое выступление, дебют на штутгардском турнире. Ох, какой ответ. Вот это да. Это уже лучший удар. Пока, во всяком случае, такого удара качественного удара еще не было. И вроде бы и Димитров сыграл хорошо. Посмотрите, как, да? Он забежал под правую руку, сыграл мощно и довольно глубоко. А еще лучше сыграл Дель Потро. Ответ на вылет к кроссам. Прекрасно. 3-15. Вот много работа над ударом справа. Потому что удар слева однорусный, ну, похоже на Федерера. Где-то сравнивали эти удары. Ну, всегда был хорошо поставлен у него. И действовал он ударом слева великолепно. А вот удар справа был не очень хороший, не очень стабильный. И очень много он работал в последнее время над этим ударом. Его немножко улучшил. Но мне кажется, вот потерял ту уверенность, которая была при ударе слева. Но Григорь вот тоже чуть было не упал он. Устоял на ногах. Вот это та самая работа, которую продемонстрировал сейчас болгарский денисист. Вот тот, как сейчас к мечу подскользнул. Хорошо очень. Все это вовремя сделал. Ну, счет 40-15. Ну, и роста такого, как Федерера. У него же игра похожая, да? Во всяком случае, удар слева одноручный. Старается играть по всему корту. Ну, и умеет играть и в атакующей манере. Ну, так вот сравнивали его с Федерером. Даже прочий, может быть, путь. Все время ждали, когда же он последует, как бы, да? По этой протоптанной дорожке, да? Но нет, нет, задержался в своем теннисном развитии. И вот никак, мне кажется, очень обидно, что талантливый парень вот так немножечко задержался, да? В всяком случае, ярких выступлений уже нет. Хотя вот, когда он появился и играл в Абстердаме против Наталья, а ему было тогда 17 лет, произвела впечатление игра, боролся вовсю и был близок к тому, чтобы обыграть Рафаэля. Ну, вот, Дель Потро сравнял счет, он тоже допустил ошибку, и преимущество перешло к потающему теннисисту. Ну, пока, как мы видим, игровое преимущество на стороне аргентинца, да. Ну, такие оскоки бывают довольно часто. Корц, кстати, неплохого качества. Ну, сейчас не обязательно выращивать годами теннисный газон, траву, привозят уже рулонами, раскладывают, ну, и потом заменяют ее. Ну, такая технология уже есть. Итак, 2-1. Итак, продолжение матча. На подаче будет аргентинский теннисист. 1-2, пока он наступает. Ну, в данный момент идет матч еще вот Пулли, это французский теннисист. Он, по-моему, впервые попал в число сериальных игроков на турнирах ATP. Играет против австралийца Милмана. Ну, в общем-то, теннисист, который, ну, австралийцы все умеют хорошо играть на траве. Но первый сет француз выиграл, проигрывая, проигрывая, выступая Брек, он все-таки одержал победу. А во второй партии уже у австралийца 4-1, то есть преимущество солидное. Правда, Вадим Брек всего лишь, но привычное. Такой же счет и в матче Лаевича и Кудлы, американского теннисиста. Американец неожиданно первый сет выиграл со счетом 6-0. А вот во второй партии идет 4-1, то есть довольно легко переигрывает он Лаевича. 30-0, пока не уступил ни одного мяча Дель Потро. Вот так убедительно, пока выглядит на своей подаче аргентинец. Двойная ошибка. Ну, бывают войны, даже в будущем в очень хорошей форме, но он рискует иногда на второй подаче. Потом вторая подача у него не крученная, она плоская довольно такой, с небольшой всего лишь иногда подкруткой, но она самое главное глубокая, после которой соперникам и принять эту подачу непросто, но атаковать вообще-то почти невозможно. Так, счет 30-15, второй мяч. Вот она, вторая подача, довольно хорошо, да, направленная, четко. Понятно, с какой высоты, да, выполняет подачу. Сам 2 метра, плюс к этому еще вытягивается, да, иногда даже прыгает, прыгивает в курт. Да, не справляется и на этот раз, и уступив всего лишь один мяч за два гейма, на своей подаче, конечно. Дель Поттер совмел, счет и 2-2. Сегодня еще один матч, который, конечно, любителям тенниса, наверное, будет любопытно посмотреть, это Михаил Южный, который побеждал также на этом турнире, тоже, в общем-то, ведь победитель этого турнира в прошлых лет будет играть против испанского теннисиста Филисиана Лопеса. По какой-то мере, наверное, все-таки Мише не повезло, потому что Лопес, это теннисист, который очень хорошо умеет на траве, учитывая его силу, его подачу, подачи, он очень хорошо подает, что первую, что вторую подачу, поэтому и с лета умеет играть. Кстати, он в личном случае ведет против Южного со счетом 5-2. Они и на траве играли, это было в Умблдоне 2003 года, тогда три сета подряд выиграл испанец. 15-0 у Болгарина. 30-0. В таком расположении на корте ясно было, что Дель Поттера надо было угадывать, пойти или вправо, или влево. Ну, а болгарский теннисист все правильно, оценил ситуацию, сделал паузу, оценил ситуацию и послал мяч. Пустую часть корта. 30-0. Да, 40-0, это великолепная подача на вылет. Так что, выровнялось положение на корте, если в первых геймах все-таки какие-то проблемы были. Не очень большие, но были, да. У Григора на подаче, то в третьем гейме уже чистенько его проводят и ведет с сухим счетом. Да, так и выиграл, не отдав ни одного мяча. 3-2. В первом сети впереди пока болгарский теннисист. Итак, продолжение матча между болгарским теннисистом Григором Дмитриевым и аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потра. Аргентинец готовится к подаче. Пока он уступает 2-3, не было бреков, но не было и брекпоинтов пока в этой встрече. Ну, а параллельно проходит турнир еще и в Хеттингенбоши. Тоже традиционный турнир на траве, там и девушки, и ребята играют. Я сообщу несколько результатов. Итак, Игорь Сислинг, теннисист местный, получивший вайт-карту, а мы внимание все-таки обращаем на них. Это все-таки участники команды Кубка Дэвиса, да, голландские теннисисты. Он обыграл Индиго Сервантеса 6-4-6-0, очень-очень-очень легко. Еще один матч. Андреан Монорина обыграл Андрес Сепи. Сепи никак не может найти форму, что в этом году играет, неважно. В двух сетах 6-4-6-4, француз одолил его. Дальше Ито, японский теннисист, обыграл Ивана Додика 6-3, 1-6 и 6-0 в решающем сете. Вот такой был результат. Дальше Ващик поспешил, уступил Гильермо Гарсио Лопесу в двух сетах 7-6-6-2. Ну и российский теннисист Даниил Медведев обыграл Харасио Зипаласа. Легко 6-3 и 6-1. Это то, что, в общем-то, сегодня произошло на кортах Хеттергенпроша. Ну а на корте, на центральном корте в Штутгарте, счет 30-15. 40-15. Ну, эйсов не бывает, хотя мы и видели подачу на вылет, но у Дальпотра не бывает много эйсов. Но подачу принимать очень тяжело. Она плотная, глубокая. Вот, например, Филисиан Лопес, он подает по-другому. Он вращает очень сильно мяч и на траве, причем подрезает настолько сильно, что еще трава придает ускорение и справиться с подачей тяжело. Ну, другой стиль подачи или другая техника выполнения подачи у Хуана Мартина. Все-таки он рассчитывает на силу своей подачи, сто первой, сто второй, на плотность ее. Так, 3-3. Моментально, видите, сравнялся. Да, вот Кудла, Денис Кудла, американский теннисист, легко очень переиграл. Головича 6-0-6-2, завершился уже матч. Ну, а в матче Кулей и Милмана там по сету будет решающая партия. Так, Болгарин повел, по нему хорошо подача 15-0. Ошибся, по 15-ти. Только нет выхода вперед к сетке, ну, останавливается, наверное, с этим покрытием. И в первую очередь хотят настроить именно эту игру, ну, игру на задней линии. Ну, вот пошел вперед. На опережение, наверное, правильно и сделал. Потому что просто стоять на задней линии и наблюдать, как будет атаковать. Дель Поттера не стоило. В общем, правильно тактически сейчас сыграл болгарский теннисист. Но этот удар, вот видите, находясь спиной, выполнял его вдячий удар, не получился у аргентинца 30-15. 40-15, прекрасная подача. Все у этого парня есть. Вот, все абсолютно. И слева, и справа. Техника прекрасная, да? И с лета играть пока еще не показал, как вот это он умеет. Но, поверьте, есть на хорошем уровне техника у него. Причем есть еще и мягкость вот в обработке мяча. Сложные мячи умеет обрабатывать с полулета. Ну, так прострелил, 40-15, был счет уже. Надежды было мало на борьбу и вырывается вновь вперед болгарский теннисист. Каждый берет свои подачи. Так, на подачи аргентинский теннисист будет подавать. Ну, у него 18 титулов. 18 титулов. Я думаю, что если бы не эти травмы, конечно, еще столько же он муки выиграть от турниров. Слишком много пропускает. 15-0, Павел. Дель Поттера. Вот вспоминая, опять-таки, 2008 год. Это вот удачное выступление здесь, в Гудворде. Я уже об этом напоминал и говорил. Знаете, обыграл он тогда всех теннисистов под ноль. То есть два сета всех. И вот здесь в списке вот этих теннисистов, с которыми ему пришлось играть, был и Королев. Российский теннисист, который тоже вот так же, как и Дель Поттера, но был подвержен травмам. Так он, по-моему, никак и не смог остановиться. Тоже был талантливый парень. Но Гаске, можно вспомнить и Гаске, тоже пропустил довольно много в своей спортивной карьере. Тоже у него были вот такие проблемы. Даже как и у Шарди. Есть такие теннисисты, ну, помните, что рекордсмены по количеству травм. Ну, это в первую очередь теннисисты, которые все-таки играют в такой мощный теннис, да, атакующий, силовой теннис. Ребята, двухметровый. Вот они, им тяжело очень бывает. Ну, того же Роджера Федерера, например, да, мы часто говорили о том, что он никогда не просит помощи на корте. Был всего лишь один случай. Это было в Австралии при страстном жаре, когда он играл против Марата Сафина. Настолько стер ноги, что ходить не мог. Вот тогда он вызвал врача, и тот ему какую-то перевязку сделал. А потом помогли, в общем-то, покинуть корт. Было такое. А так, чтобы вот, ну, эти травмы все, которые получал Роджер, они какие-то нелепые, неигровые были. Ну, это потому, что он все-таки очень пластичный, да, он не напрягается во время игры. Вот кто-кто, а он, конечно, не работает, а играет точно, получая удовольствие от игры. Сейчас проверяют тут Хокай в действии, в работе, но аут он был, небольшой аут. Так что, борьбы, сейчас в последних геймах и на подаче болгарского теннисиста нет борьбы. Ну, а за все время, по-моему, три мяча всего лишь проиграл на своей подаче аргентинец. Вот настолько хорошо, четко он проводит все геймы на подаче. Так, по четыре. Вот в этом году на турнире в Майами в третьем круге, до деда третьего круга, ну, совершил такой очень, наверное, незабываемый момент, да, был в жизни его. Игорь Дмитриев, во всяком случае, вот последние годы. Он, наконец-то, обыграл игрока первой десятки. И это был Мари, попал ему под горячую руку. И вот казалось, да, вот обыграл Мари, второго теннисиста. Дальше надо улучшать еще игру, какой-то стимул, да, появился. Нет. В следующей встрече он проиграл Монфису сразу же в четвертом круге. И вообще он, вот, кроме как с Монфисом, у него, простите, с Мари, вот эта победа, единственная была. А так у него вот целая серия семи матчей, проигрышных матчей игрокам первой десятки. По 15-ти очень хорошо сориентировался, вот посмотрите еще раз. В прежние годы как-то старался все-таки даже забегать под левую руку, настолько уверен был в этом ударе, и оттуда играть. Сейчас, по-моему, чаще под правую руку это делает. Но справа все-таки больше вариантов для игры. Да, переигрывает в игре на задней линии, сейчас соперничает с аргентинцем, когда он в хорошей форме, очень тяжело. Поэтому надо предлагать, конечно, Дель Поттеру сейчас такой немножечко рваный темп, это со стороны Димитрова, ну, стараться атаковать. У него резанный удар слева прекрасный просто, с которого и можно выходить вперед. Подача неплохая, последовало по 30. Второй мяч, такой неприятный момент. Отыгрываться уже будет, и времени не будет в этой партии. Ох, какой удар шикарный просто. Немножко задержался, мне кажется, медленно атаковал, но Дель Поттера предугадал. Он, в общем-то, прочитал эту комбинацию, он чуть-чуть уже сдвинулся влево, подготовился к этому удару и заранее знал, куда же надо направить мяч. Это брекпоинт, и он же вскрытый сетбол. Ну, а второй мяч? Да, обидно, вот так. С подачей справился, вторая подача была не сильная Дель Поттера, а вот ведь с игры допустил неточность при игре. Справа вот так ушел от него брекпоинт, первый в этой встрече. Ровно. Ну, хорошо. Слушай, быстро пошел в атаку, вот здесь и было преимущество скорости, да? Не успел уже подготовиться к удару Дель Поттера и больше преимущество пришло к баргарскому теннисисту. Ну, я уже говорил, два титула, да, у него просто шли в руки. Вот этот матч, который первый в Сидне, он упустил, да, с матчбола. Ну, и второй в Стамбуле. Ну, Шварцман, он уже переигрывал в чистую, абсолютно выиграл. Сет легко, 5-2 вел во второй партии. Ну, вот и он расслабился, потерял внимание. Да, Дель Поттер только сделал вид, что он идет вперед, да, он шагнул. Ну, шаг-то у него большой, конечно, он шагнул вперед в корт, ну, а решил очень остро сыграть. Григорь, а то можно было и ответить просто глубоко, не рисковать. Ровно. Ну, вот первый был гейм, да, в матче такой же напряженной, как и вот этот. Будет ли он последним для болгарского теннисиста на подаче? Ну, да, двойная ошибка. Двойная ошибка, ну, напряжение, вот, нервное сказывается. Вообще, первая подача у него не проходит, так как в предыдущих геймах не второй сетбол в скрытой, правда, пока. Вот мы видим, 2-2 по двойным ошибкам. Как она хорошо проходила. Вот как она, когда напряжение, тут вот подводит сразу же. Ну, к этому все шло, правда. Сколько бы веревочки не виться, где-то конец и равно есть. Ну, нельзя вот так, без первой подачи, играть на траве. Итак, Хуан Мартин Дель Поттера в самый подходящий момент в 9-м гейме сделал амбрэк, ну и постарается, наверное, завершить этот сет. Он подает на партию. Проблем у него не было абсолютно в геймах на собственной подаче. Ну, вот как подает, посмотрите. И сила, и точность, да, в одном ударе. 15-0. Два мяча. Нет, загнан в угол был. Надо было рисковать. Вот он это и сделал Дель Поттера. Но не успел. Не успел хорошо обработать мяч по 15-ти. Расбились пенитисы. Ну, это вообще теннисные клубы везде в Германии, расположенные в пригороде, в зеленой зоне. Вся Германия – это зеленая зона. А вот, а вот. Вот и обидно за болгарского Теннисиса, что, в общем-то, природа наградила его. Он определенно талантлив очень. Но вот реализовать свой талант он никак не может. И очень часто, и в тактическом плане, да, ничего не предлагает соперникам. Сейчас вот мы видим, да, уже сет подходит к концу. Нет тех вот, каких-то хотя бы неприятностей были бы созданы для аргентинского Теннисиста, да. Может быть, не стоит, может быть, плотно играть. А там уже еще ошибается очень часто. Такие непродуманные действия. Не всегда они обдуманные, продуманные. Это и обидно. Двойной сетбол. Оргентинсер 5-4 и 40-15 ведет Дель Поттера. Второй мяч. Ну, это хорошо. Это умеет делать, Григош, да, вот из первого квадрата принимать кроссом. Так что практикует и Джокович, и Мамини, и Федереро. Второй сетбол. Теперь уже при счете 40-30. Да, ну вот, две ошибки Ахуана Мартина. Сейчас у него хороший прием был, несмотря на и подачу неплохую. Отыграл двойной сетбол. Болгарский теннисист. Второй мяч. Ой, небольшой аут. Небольшой аут все-таки был, да? Ну, хороший, неплохой прием был, во всяком случае, вот тут покороче бы сыграл немножечко. Я думаю, что в аргенте сезоне так-то просто было бы ответить. Но зарабатывает третий сетбол уже Хуан Мартин. Аут продолжается борьба. Продолжается, как-то вцепился сейчас, да? Своего соперника в эту игру. Три сетбола отыграть на траве, на чужой подаче. Это очень даже неплохо. Ну и первая подача тоже, так же, как был соперник Юфтыль Потро. Они проходят в этом гейме хорошо. Вот, правда, один из, но... Вот опять вторая подача, да? Конечно, очень хочется сыграть поглубже, чтобы не атаковал аргентинец, но слишком уж. Вот два раза подряд из первого квадрата при волнении приема второго мяча допускает такие одинаковые ошибки, да? Похожие. Да, мне все-таки выигрывает. Выигрывает этот сет с небольшими осложнениями, но брейк-поинтов не было. Так, продолжение матча. Начало второй партии. Первую партию выиграл аргентинский теннисист. Не позволил сделать обратный брейк болгарскому теннисисту. Самый подходящий момент в девятом гейме взял подачу Гриора Димитрова. Вот, вновь, это уже второй вот такой удар, а мы видим сильный, хороший удар, отвечает еще порежче даже, и поточнее Дель Потро, 0.15. Ба, прошла подача насквозь, по 15. Такой любопытный матч, начинается в парном разряде, Андрей Кузнецов вдруг играет с Жилым Симоном. Ну вот, решил все-таки попробовать, наверное, травяной корт. От игры в одиночном разряде он отказался, а вот в паре выступает вместе с французами, играет, кстати, тоже против француза, Мартина и Мараха. Это австрийский теннисист. А вот ошибается. Вот таких ошибок очень много. Есть вынужденные, есть и невынужденные ошибки. И гораздо больше он, Григорь. Так, 15.30 в гейме. Второй мяч. И двойная ошибка, худшая, конечно, что можно было только сделать. Вот как-то, знаете, как только уступают счете или равный счет, вот тут уже сказываются нервы, да. И вот мы видим просто на глазах, да, как ухудшается игра. То есть двойная ошибка абсолютно. Не попадание первого мяча, первая подача абсолютно не помогает Григору. Так что вот так. 15.40 в первом же гейме и втором сета подвисает подача. И какая ошибка опять. Игра из одних ошибок, да. Ну, а Дэль Потро моментально набирает, набирает не только очки, но и геймы даже. Итак, 6.4 и 1.0 во второй партии. Вот с таким преимуществом лидирует аргентинский теннисист. Сейчас, наверное, покажу все-таки статистику сыгранного сета. Давайте посмотрим. Значит, попадание первого мяча у Дэль Потро пониже 50-55. Но выигранные мячи получше у него уже, конечно. Ну и всего. 34 мяча выиграл 27 на 7 больше, да. Он особенно хорош на приеме. Ведь на приеме гораздо лучше выиграет Дэль Потро. Ну, достаточно сказать, что ни одного брейкпоинта не было. У болгарского теннисиста, когда, в общем-то, были и брейкпоинты, и, конечно, самое главное, была реализация этого брейкпоинта у Хуана Мартина. Спасибо. И мяч быстрее летит. Вот четкое движение, и получилась подача на вылет. Да, ну, вот эпизодами все-таки попадает. Даже удар слева, который был, отточенный, хорошо отработанный удар. Ни одного хорошего удара мы пока не увидели. 30-15. Ну, да, в предыдущем гейме, да, в конце предыдущего сета, ну, так, несколько приемов были неплохие. Болгарин. А так, ну, один мяч, да, он берет. Ну, это, в общем-то, погода не делает абсолютно на приеме. Нет стабильности. Да, с первой подачи, конечно, не справляется тут точно. 40-15. Да, ну, спокойно. Абсолютно не напрягаясь, выиграл и этот гейм аргентинец, делая счет 2-0. Субтитры делал DimaTorzok Ну, понравился этот розыгрыш. Опять аргентинец на высоте 0-15. Ну, потенциальные соперники вот этой пары, да, они сражаются сейчас на параллельно на корте номер один, ну, или корт под названием «Мерседес Корт». Вот там 4-3 пока Милман ведет, но тоже уже сделал, успел сделать брек. Австралийский теннисист играет он против сейного игрока, француза, пуля. Так что есть шансы австралийца, австралийца выйти вперед, да, выиграть этот матч, ну, и встретиться, возможно, с Дель Путро, у которого очень хороший шанс сейчас появился сделать еще один брек. 0-30 на подачу болгарского теннисиста. Как принимает, хорошо. Ну, что там было? Нет, нет, показывает судья, во всяком случае, засчитал мяч. По-моему, не протестует. И Димитров, ну, посмотрим. Хукай есть, но он не задействован в этом эпизоде. Следовательно, все было по правилам. И тройной брекпоинт. 0-40 на подачу. 15-40. В таком быстром отскоке, конечно, тяжело, в общем, поймать центром ракетки, да, мяч? Ну, это самая вторая подача на брекпоинте. Прекрасно. Это лучший удар. Вот теперь уже лучший удар, надо сказать, да, у Григора. Да, хорошо сейчас он сыграл и мощно, и точно на этот раз. Ну, что два из трех брекпоинтов отыграл. Ну, а вот то, что ту игру, которую демонстрирует Дель Путро, предотвращается о том, что он набрал физическую форму. Обратите внимание, как хорошо передвигается этот мощный парень, да, высокий. Хорошая работа ног. Да, тут дрогнула рука, даже удар слева, который должен быть, в общем-то, таким стабильным и хорошим, он подводит, и вот счет становится 3-0. Это уже подавляющее преимущество в два брека. Да, вот, огорчен, конечно. Григорь, ну, пока еще есть время, две недели есть для подготовки к умолтонскому турниру, но пока игра, в общем-то, не очень хорошего качества, у болгарского теннисиста. А вот Дель Путро набрал форму, безусловно. Вот это, знаете, сочетание скорости и мощи, ну, здесь присутствует просто в игре, ну, очень отчетливо это видно. Это то, что, к чему стремятся все, абсолютно, теннисисты. Ну, и, скорее всего, аргентинец вряд ли упустит уже то преимущество, которое у него есть. Это в два брека, еще ни одного брекпоинта вообще не было у болгарского теннисиста. Вот сейчас хорошо. Ну, уже проиграл все, что можно было проиграть. А Дель Путро даже и за этим мячом бросился, правда, не достал. То есть достал, но не сыграл точно. Небольшой аут. Значит, в сторонку так ушел, вот посмотрите, еще раз. Вот этот хороший удар с трудом отбивает Дель Путро, но не забивает, а играет укороченным мячом. Вот Дель Путро, видите, как хорошо двигается, да? Набезал легко до мяча. Да и укороченный был не совсем, а четко выполнен. 0-15. Тут же сравнял счет подачи на вылет. По 15-ти. Ну и, скорее всего, придется ему в следующем круге, я имею в виду Дель Путро, играть с австралийским теннисистом Джоном Милмен. Милмен ведет со счетом 5-3. И, ну, пока на подаче французский теннисист. По 15-ти. 30-15. О, какая хорошая подача, да? Идеальный просто подброс мяча. Высокий процент попадания первого мяча. Ну, когда вот было напряжение только в одном гееме, в самом конце, да, первой партии, то на первой подаче так хорошо не получалось. Ну, при счете 3-0, при такой разнице в счете, конечно, все должно получаться. Да, и еще одна подача на вылет. 4-0 становится счетом. Ну, задача пока самая близкая. Нет, а самое возможное, наверное, это все-таки размочить сухой счет, выиграть Агейн на собственной подаче. Ну, вот пошел вперед, но все это делает очень медленно. И с лета не получился удар. Да, не хватает скорости, не хватает тоже мощи, которая присутствует в игре альгентинского теннисиста. Но главная проблема это все-таки в характере, мне кажется. Второй мяч. Он глубоко играет, под самую заднюю линию, конечно, тут нечего удивляться. Надо готовиться к такому мячу. АПЛОДИСМЕНТЫ Ноль тридцать. Да, и двойная опять. И первая подача не получается, и двойные раз за разом. Ну, все. Все валится из рук. Так, тройной брейк-поинт вновь у аргентинца. Да, ну вот, видите, уже ругаюсь. Ну, где, говорит, моя первая подача, да? С крепким словцом при даче. Вот, 15.40. Два мяча вновь отыграл. Ну, был такой же момент, да? Тоже стройного брейк-поинта сделал одиночный, а вот удержать гейм не сумел. Ну, посмотрим, как будут развиваться события в этом. В конце этого гейма еще один брейк-поинт у аргентинца. И да, вот на этот раз сравнял счет. Ну, а соперника, наверное, для Поттера уже можно так сказать, да, объявить даже. Здесь еще точка не поставлена в этой встрече. Но соперник этого матча будет в следующем круге будет как раз Джон Милмен. Со счетом 6-4 в решающейся в сете он переиграл француза Апуле, игрока посеянного. Ну, хорошая подача вот, такая уходящая подача с подрезкой была. И больше геймбол. Портери намного. Отчего, но еще не все, да. Во всяком случае, вот, сторонного брейк-поинта сделал счет больше. Болгарин. Нет, это был аут. Судья почему-то на линии промолчал. Ну, ясно, и четко было видно, что это была ошибка со стороны аргентинца. 4-1 становится счет. Ну, что ж, можно сказать, что окончание матча, да, скоро. Потому что 4-1 с двумя брейками по-прежнему ведет. Спас один гейм, выиграл его, да. Димитров, ну, проигрывая 0-40, все-таки взялся за дело. Но взять подачу, хотя бы сделать один обратный брейк, пока не удается никак. Аргентинец на подаче. 15-0 аргентинца. Ну, плохую игру он демонстрирует. То есть набрал форму, и вот при такой форме, при такой игре, я думаю, что аргентинцу посели пройти и дальше. Не только обыграть сегодняшнего соперника, но и других. Хороший, добротный теннис он демонстрирует. 30-0. Даже вот по внешнему виду часто можно определить, да, состояние внутреннего игрока. Вот таким свежим, отдохнувшим, подготовленным выглядит Дель Потро. Ну, какая хорошая еще одна подача. Да, под ноль берет гейм. Предыдущий не надо взять, но где-то, наверное, он и не настроен был выиграть гейм предыдущий. Ну, а 5-1 это преимущество по-прежнему сохраняет очень большое. Смена мячей при любом счете после 7, а затем после 9 геймов, ну, это смена мячей происходит. Какой бы счет ни был. Два мяча. Аут. 15-0. Во 15-е. 15-е. Не успевает на этот раз среагировать на хорошую подачу. Это значит 30-15 ведет. Нет, и даже в таком состоянии, ну, тут все уже потеряно, вроде бы, и тут такого давления не должно быть, да, большого. Но все равно ведь не позволяет техника. Хотя вот этот мяч коснулся, посмотрите, вот хоккай для чего нужен, да. Мяч коснулся линии, вот так, зацепил ее, каким-то краешком. Ну что ж, 40-15 ведет на подаче. И хорошая подача последовала даже на вылет. 5-2, 5-2, и подача в следующем гейме уже на победу на матч со стороны аргентинского теннисиста. Итак, вновь шлугер, центральный корт, и аргентинский теннисист готовится к подаче на победу. Он выиграл первую партию, 6-4, ну и ведет с более комфортным счетом во втором сете, 5-2. Это будет третья победа над болгарским теннисистом за спортивную карьеру. В всяком случае, проблем у него не было, ни одного брейкпоинта не было у болгарского теннисистка. Один только резатяжной гейм был, это в конце предыдущего сета. Ну и с этим геймом он справился, аргентинец. Ну и продолжает уверенно действовать на своей подаче. 15-0, да, 10-4, вот такое соотношение по подачам на вылет. А вот это вот первый удар, вот то, что умеет делать, умел во всяком случае, да, Григорь. Вот это вот поиграть слева, что на приеме, что на обводке, да, и атаковать хорошо умел. Ничего, сегодня впервые показал, на что он способен. Второй мяч. Еще один хороший и прием, и удар. Вот удар слева, наконец-то он продемонстрировал, да, и на приеме. И вот мы увидели, и обводящий удар. И вот даже укороченный получился вот здесь. Прекрасно просто. Вот этот резанный удар, он владеет им совершенствием. 15-30, тоже впервые. Не было такого счета на подачу аргентинца. И вот уже нет. И в предыдущей подаче она не попала в квадрат. И на этот раз. Ох ты, вот это ответ. Сегодня, если и получаются удары на вылет, и хорошие удары, это справа, конечно. Можно любоваться. Скорость приличная. Ну, это видно потом, как он подходит к мячу, как выполняет движение, как завершает его. Ну, и подача прошла на вылет, наконец-то, да. Первая, еще одна подача была в самом начале. И вот подача, которая принесла матчбол. Аргентинцу 5-2 из 40-30. Да, вот и все. Ну, что ж, великолепно. И точку поставил хорошо, да? Сочина красивая. Ну, что ж, вот так. Со счетом 6-4, 6-2. Аргентинец одерживает победу над болгарским теннисистом. Ну, Григору надо пожелать все-таки, чтобы он разозлился и показал хорошую игру. Правда, когда-нибудь. Ну, и Аргентинец продвигается дальше по сетке. Будем еще его наблюдать, видеть его игру. Подписал мяч, оставил автограф. Григори покидает корт. Ну, вот мы видим, каким ударом, какой подачей завершает этот матч. В общем-то, не было такого большого напряжения. Да и счет сам за себя говорит. И во всех трех матчах, проведенных против болгарского теннисиста, очень себя всегда уверенно чувствовал аргентинец. И на этот раз, вот, одержал свою третью победу. И первую на турнире в Штутгарте после долгого-долгого перерыва в три года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...